Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами сегодня встречаемся, чтобы обсудить планы правительства по приватизации на 2016 год. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем уже пробежались по некоторым вопросам. Отмечу, что этот процесс играет важную роль в изменении структуры российской экономики и стимулирует приток частных инвестиций. Сегодня нам нужно определиться с конкретными параметрами приватизации в текущем году, решить, какие пакеты акций компании с госучастием могут быть проданы частным структурам, а какие должны остаться в собственности государства. Перед тем, как приступить к работе, хотел бы отметить несколько ключевых моментов. Первое. Все приватизационные сделки должны строго соответствовать нормам и требованиям закона. Само собой разумеется. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность этих сделок, как для их участников, так и для общественности. Второе. В результате приватизации государство не должно потерять контроль над стратегически важными предприятиями. Подчеркну, контрольный пакет акций системообразующих компаний с госучастием нужно, во всяком случае, сегодня сохранять в руках государства. Третье. Реализация госимущества должна быть экономически оправдана, целесообразна. Нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка. Конечно, я всё это говорю, но мы с вами знаем, что некоторые вещи друг другу противоречат, но нужно находить золотую середину. Не должно быть продаж акций за бесценок по бросовой цене. Для бюджета это не принесёт особой пользы, к тому же такая практика чревата захватом предприятий конкурирующими компаниями, а это в конечном итоге тоже не самое лучшее для рынка. Этого, безусловно, нужно избежать. Четвёртое. Большое внимание необходимо уделить качеству инвесторов, их деловой репутации и опыту работы. Переход акций в частные руки возможен только при наличии у покупателя стратегии развития приобретаемой компании. Пятое. Новые владельцы приватизируемых активов должны находиться в российской юрисдикции. Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим об офшоризации, и в этих условиях идти на новую приватизацию, допуская дальнейшую офшоризацию российской экономики, неправильно. Ну и, конечно, нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы, либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков. Это толку от этого будет немного. И в заключение ещё раз подчеркну, для успешной приватизации принципиально важно, чтобы государство чётко понимало, что и кому продаёт, и какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей, да и всей экономики. Мы с вами прекрасно понимаем, что приватизация – это не только фискальные составляющие, это путь к структурным изменениям в экономике. И нужно иметь в виду и то, и другое. Только такой взвешенный подход позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны.